Здравствуйте. На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Почему некоторые выцерковленные люди относятся к невыцерковленным с пренебрежением? Потому что еще недостаточно выцерковлены. И, понимаете, выцерковление внешнее проходит довольно быстро. Два-три года, и ты уже полностью освоил весь богослужебный круг. Ты открыл для себя, как тебе кажется, всю красоту того, что тебе может рассказать церковь. А на самом деле ты только начал свой духовный путь, и ты совершенно себя не осознал. Я могу в пример привести цитаты из молитв священников. Часто очень встречается такая мысль. Господи, прости им, то есть людям, стоящим в храме, их неведение, а нам наши грехи. Потому что ни один священник никогда не может сказать, что, Господи, я не знал, что это грех. Он все знает, иначе его нельзя рукополагать. Он должен быть научен в законе Господнем. А Миринин может не знать. И вот точно так же, мне кажется, и воцерковленный человек, он все знает. Ему же все открыто. Вот он что, не знает, что нельзя осуждать? Не судите, не судимы будете. Он же сколько раз прошел прощенное воскресенье. Сколько раз он слышал проповеди об этом, о смирении. Много раз слышал. Просто он пока, на самом деле, себя еще не постиг. Потому что если бы он постиг, то та красота откровения, которая ему открыта, он понимал бы, что когда он судит, она его сама судит. Вы знаете, это о пути человека. Путь человека от воцерковления до Царства Небесного через жизнь. Он может быть очень большой. Но вот большинство священников с годами начинают все более коротко проповедовать. Как даже вот шутили, что пришел из Академии молодой священник, 40 минут проповедь говорит. Послужившие 15 лет, 10 минут говорит. А пожилой настоятель говорит 3 минутки. И то не всегда. А иногда просто какие-то глубокие слова. Почему? Да потому что священник понял, что вот он сказал, братья и сестры, будем же поступать так же, а вот так не будем. А потом посмотрел в себя и раскаялся. И вспомнил слова Христа. Лукавый раб, ты знал волю господина твоего. От слов твоих буду судить тебя. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Поэтому священник, у него каждое слово, которое он говорит на проповеди, постепенно начинает вызывать боль покаяния. Ему, глядя на себя, тяжело. И поэтому, если хотите, вот это воцерковление священника, это же тоже путь внутрь. Оно приводит к тому, что он перестает кого-либо судить вообще, чтобы только самому не быть осужденным. Поэтому и воцерковленный человек, освоивший внешнее, но еще не освоивший внутреннее, вот это человек, который в самом начале пути. Это пройдет. Если ты искренний человек, Господь обязательно покажет ему, когда это будет возможно, всю бездну его грехов. Пока не может, человек сойдет с ума. Как святые отцы говорят, что Бог не может нам показать в начале пути все наши грехи. Человек просто этого не выдержит. Поэтому, глядя на себя, он, как настоящий фарисей из притчи, говорит, Господи, благодарю Тебя за то, что я такой, 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 не как прочие человецы, или вот этот мытарь, но в нашем случае как вот этот невоцерковленный человек. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.